Ребята, угадайте, где я? Давайте на счет три. Раз, два. Кто угадал? Ты не угадал. Вот сам дух здесь такой, он суперфестивальный вообще. Это жизнь вообще нашей анимации. Это главный отчет, главный профессиональный смотр, который проходит у нас в стране. Фестиваль действительно развивается. Он, во-первых, растет, ширится. Во-вторых, он становится взрослее и серьезнее, что еще заметно. Появляются, кроме обсуждения фильмов коллег, еще возможности пообщаться с музыкантами, драматургами, профессионалами шоу-бизнеса, постпродакшен и прочее, что совсем для нас не лишнее. И, в-третьих, просто увеличивается количество гостей. Это однозначно. Мне бы хотелось, чтобы не только профессиональное сообщество и те, кому повезло здесь оказаться, увидели те работы, которые вы делаете. Потому что это правда очень здорово. Фестиваль – это событие действительно национального масштаба. Его в таком качестве и надо продолжать подавать. Прошла вся весна без ответа, И теплое лето прошло. Наш кот подружился с котлетой, И все у него хорошо. Я ни разу не видел такого духа, когда прямо вот посередине зала обустраивается специальное место для обсуждений, там что-то обсуждают, показывают. Это вообще безумно круто. Безумно круто. Вот это нужно людям. Все, что отмечено так или иначе в Суздале, становится потом... Оно не просто так отмечается, оно выходит потом на какие-то фестивальные орбиты. И это очень важно для всех. А тем более в этом году, когда мы сделали такую серьезнейшую, независимую селекционную комиссию. Программа была очень разнообразной, но когда смотришь много, все-таки замечаешь какие-то тенденции. Могу сказать, что в этом сезоне особенно был популярен Гоголь и Лоси. Николай Васильевич Гоголь. Не забывайте, если Бальчик любит Лоси, это нормально. Кого только нету в этом году в Суздале. Все, кто самый лучший, это все мои ученики. Есть какие-то ожидания, а есть неожиданности. Нам надо уточнить, для взрослых или только для взрослых. Винни-Пух для кого? Для детей или для взрослых? Проглотила крысо-колбасу и говорит, «Понравилось, значит». Теперь второе желание. Хочу молока. Да не простого обыкновенного, а чтоб жирность была 146%. Фильм я делала для детей, хотя я, в общем-то, не ожидала, что я буду делать для детей фильмы в ближайшее время, тем более дебют. Я была уверена, что это такая большая ответственность, что мне бы с этим подождать. И вообще как-то мне казалось, что для детей, наверное, может быть сейчас и очень актуально, но я еще не готова. Пожалуйста, отдайте мне эту бутылку. Не отдам. У меня 118 кошек, и все голодные, как собаки. Дорогие мои девушки, может быть сейчас дома вас ждет такая же огромная противная крыса, которая пьет вашу кровь и ждет, пока принесете ей 146% молока. А вместо этого вы лучше возьмите ее за грудки, посмотрите ей в глаза и скажите, Сережа, когда же ты с*** подойдешь работу? Мы стараемся не то, что быть как-то в контексте всего, что сейчас происходит в анимации, да, и следить за изменениями. Мы даже стараемся их иногда предвидеть и даже где-то делать. Такому беспомощному мужу, как ты, нужно иметь три жены. Правда? Три жены? А такое бывает? Бывает. Мне кажется, это вообще такой замечательный фестиваль, на котором происходит как раз отбор хороших фильмов, и потом они как-то имеют дальнейшую судьбу. Может быть, они дойдут до большого количества зрителей, потому что сейчас его видят в основном сами режиссеры, сами художники, аниматоры, те, кто этим живут. Благодаря фестивалю, может быть, какие-то фильмы видят свет. Моя любимая бабушка вовсе не бабушка, она Лариса. Мне страшно, что я участвую с такими, ну, с такими, как бы, классными, наверное, мультфильмами, вот, поэтому... Я думаю, что дело, наверное, не в конкурсах, а в зрителях. Я очень хочу оставить следы в душах людей. Вот. То есть я думаю о том, что меня цепляет, и о том, что я хочу сказать. Ну, когда я была актрисой, нам, режиссеры, говорили, что выходить на сцену нужно только тогда, когда ты не можешь не выйти. И точно так же снимать кино нужно тогда, когда ты не можешь его не снять. Я сейчас ищу такие темы, которые я не смогу не сделать. Просто это как рану нанесу себе на душе. И вот, и пока я не сделаю, она не заживет, можно сказать, вот так вот. У всех бывают свои профессиональные слеты. Металлурги, например, собираются регулярно. Я слышал об этом. Вот. Другая отрасль, в которой я прилично занят, интернет, каждый апрель собирается на рифакипы, другие у них есть форумы. Гигантское количество счастливых лиц, детей, танцующих. Вот, посмотри, подсними. Пар-па-па-па-па-ра. Видно? Пар-па-ра-па-ра-па-ра. Фестиваль стоит, на мой взгляд, из двух важных вещей. Это просмотр и тусовка. Вот. Моя какая любимая? Моя тусовка, конечно, для меня важнее, да. Ты все фильмы смотришь на фестивале? Ну, раньше нет, а теперь я все смотрю, потому что все уходят на просмотр и, как бы, тусоваться не с кем просто. Фестиваль с мощнейшим потенциалом. Этот потенциал запросто, что называется, ощущался часа в два, в три ночи в холле гостиницы. Честно говоря, мне показалось, что большая часть аниматоров, или большая часть аниматоров, скажем так, приезжает сюда не смотреть кино, а именно общаться друг с другом. И это нормально. Это нормально. Я отмотал здесь как минимум десяточку на фестивале в Суздале, но впервые меня пригласили что-то пожурить. Ну, видимо, заработал авторитет какой-то небольшой и допустили до конкурса любительской анимации. Надо сказать, это было очень интересно, хотя и нелегкое весьма дело. На самом деле некоторые любители бывают поглубже кое в чем и, может быть, посвежее некоторых профессионалов. Ты осмотришь профессиональную программу и думаешь, а у нас-то в любительской было, в общем, не хуже, надо сказать. Самый крутой боевик про Шварца. Не, не то. Во. А уши двигаются? Да, двигаются, конечно. Если вы хотите дома поснимать мультфильм для себя, то вы можете использовать вполне веб-камеру. Ну, вы видите, что, да, вот в этих куклах, конечно, есть шарнирная конструкция. Все эти конструкции не заводским методом сделаны, то есть все это сделано руками. У нас, опять же, вот та же самая проблема, что у нас пустарная мультипликация. То есть, если раньше еще все как-то делалось в мастерских, теперь почти все мастера сидят по домам и приходят только на студию сдавать работу. Ну, может быть, это хорошо, уникальный стиль вырабатывается? Ну, конечно, это неплохо, но я могу сказать, что у нас какая проблема в этом смысле? Нам сложно сделать большой фильм быстро. Давай будем макать рукой, да. Ну, давай там, вот может быть, что-нибудь такое просто по-брежневски там она помашет. Когда была приватизация СС-мультфильма, там он... Костюмчики остались от СС-мультфильма? Ну, нет, там остались от СС-мультфильма пластиночки и шары. Кончатся запасы СС-мультфильма, а дальше что? У нас прекратится такая анимация? Нет, у нас анимация не прекратится. Если будет желание делать, не прекратится, потому что вот мы ищем новые возможности. Там, например, вот с шарикоподшипниками, я просто ездил на завод с шарикоподшипниками, показывал им мультфильмы, и в конце концов они сказали, что они готовы. Вот, нам откатывать шары в малом количестве, просто. Откатывать шары. Вот сейчас у нас, да, очень популярно прагматическое оружие. Вот, и вот, например, там пневматика, шары 4,5 миллиметра, они не медные, они и стальные, а медненные, они идеально подходят для некоторых маленьких шарниров, ну, и пока у нас такой уровень высокей милитаризации в обществе, можно будет покупать эти пули и делать из них кукол. Я бы хотел сказать, хорошие слова «Планете.ру», потому что, например, за несколько дней до фестиваля я с помощью планеты в том числе помогал Ирия Литманович собирать деньги на мультфильмы. Я далеко не первый раз и вижу, и призываю там жертвовать на те или иные проекты, не только анимационные, через планету, потому что это отличный, на мой взгляд, способ сбора средств, поддержки и так далее. Я знаю, что многие люди таким образом находили себе средства и успешно фандрайзили, да, ну вот, и хотел бы тем, кто еще не пользуется, пожелать этим попробовать воспользоваться, потому что, если проект талантливый и интересный, люди его так или иначе поддерживают, вот, и пожелать планете.ру всяческих успехов в этом деле. Тем более, что на планете еще это так весело, как-то приятно, забавно, еще можно всякие мульки и фишки делать, там, ну, как это акция называть. Сегодня, наверное, нет чего-то более универсального, чем язык анимации. И он помогает нам соединяться, строить и жить. Анимация, она не ограничена ничем, ни техникой, ни... Ограничена только фантазией автора, и можно сделать все, что угодно просто. Ну, вот главное начать. Конь степной бежит устала, пена каплит в конских губ. Кость ночной тебя не стала, вдруг исчез ты на бегу. Вообще, анимация должна чему-то учить? Или это развлекательное искусство? Ну, она должна чуть-чуть учить, чуть-чуть развлекательное. Как бы, должен быть компромисс, во всем. А почему-то такое ощущение, что как-то все становится лучше и лучше. Хотелось бы верить. Наша анимация начала вставать с колен. Анимация наша сейчас на подъеме абсолютно для меня бесспорно. Подъем анимации, наверное, это свойство развитой индустрии, что ли, а у нас пока ее нет. Поэтому, как везде, это не свойство индустрии, а свойство отдельных авторов, которые делают хорошие фильмы. Самое лучшее качество хорошего фильма это вдохновение других авторов. для меня позитив заключается в том, что насколько анимация близко к понятию искусства. А это все равно зависит не от даже не от вложенных денег или количестве проектов, а от личностей. насколько много талантливых личностей работают в этой области. Тенденция общая. Анимации, наверное, не сильно отличаются от общей тенденции в игровом кино или в музыке. В общем-то, все хотелось бы, чтобы культурный слой российский проявил себя более свободно, что ли, как я пафосно сказал. Вообще, надо более быть внутренне свободным, что ли, и делать то, что хочется, а не то, что кажется, что зрителю понравится. Нет, надо делать то, что ты сам лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уверен, что каждый, кто приехал сюда и пробыл все дни или, может быть, на один день заскочил в сердце этого человека, остался вот такой вот удивительный гусь, который никуда больше не денется и будет всегда с ним здесь, в этом сердце. И каждый раз, когда он будет снова и снова возвращаться в Суздаль, этот гусь будет пульсировать у него в груди и открывать дорогу к новым свершениям, к новым проектам, куда-то в будущее будет устремлен, ему взгляд. И наш взгляд тоже устремлен в будущее. Что произойдет в анимации за этот год, мы не знаем, но это будет нечто совершенно сумасшедшее, я уверен в этом. Пока, ребята! В русской мифологии есть распространенный персонаж, так называемый гусь-лебедь. Да, это он. Дело в том, что я сломал кресло. Вот оно. Субтитры сделал DimaTorzok